Приветствую, друзья! Через месяц после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, когда весь мир был потрясен зверствами российских солдат на занятых ими украинских территориях, на нашем канале вышло видео, которое в полной мере объяснило причину такого бесчеловечного поведения русских. В видео под названием «Грамматика деградации» я, пользуясь научным подходом, но не стесняясь в выражениях, рассказал о том, что же не так с этим народом, живущим по соседству с украинцами. Очевидно, что данное видео крепко задело россиян, потому что в комментарии пришла не только возмущенная общественность, но и боты одного из мелких, но вредных московских пропагандистов, сидящих на зарплате у Кремля. Имя называть не буду, но оно обязательно всплывет в комментариях под этим видео. К сожалению, через некоторое время ролик был удален с платформы YouTube. Оставим причины. Главное в другом. Работа канала в очередной раз получила должное признание со стороны государства-агрессора. Напомню, что наши материалы неоднократно попадали в список экстремистских материалов Роскомнадзора. Я считаю, что это успех. Но вернемся к удаленному ролику. То, о чем идет речь в видео, достойно того, чтобы вновь появиться на просторах YouTube. Поэтому сейчас, после окончания этого вступления, вы увидите этот самый удаленный ролик, который уже успел стать скандальным. Призываю всех желающих перезалить это видео на свои каналы. Пусть больше людей его увидят, ведь главная миссия этого канала — нести истину, и разрушать вражеские мифы. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Итак. Речь про русский язык. Россияне не осознают, насколько одна, лишь одна особенность русского языка объясняет всю суть русских лучше любых трактатов. Есть у русского языка определенное грамматическое свойство, которым он превосходит все европейские. Но это совсем не является преимуществом, а наоборот. Это способность к образованию безличных конструкций. То есть русский язык предпочитает описывать действия, как если бы оно совершалось само по себе, некой безличной силой в отсутствии субъекта. Ну, например, «Мне хорошо спится», или «Ему совсем не пишется», или вот такой вариант «Его переехало трамваем», или вот так вот «Парня убило снарядом». А вот еще «Мною был подписан указ», так, кстати, часто говорит Путин. Или вот еще такой пример «Это не мы пришли, это нас занесло». Приведу суждение выдающегося лингвиста Анны Вишбицкой из ее работы «Русский язык», где она рассматривает особенности русского языка на фоне других европейских. Богатство и разнообразие безличных конструкций в русском языке показывают, что язык отражает и всячески поощряет преобладающую в русской культурной традиции тенденцию рассматривать мир как совокупность событий, не поддающихся ни человеческому контролю, ни человеческому уразумению. Причем эти события чаще бывают для него плохими, чем хорошими. Такой фатализм, запечатленный в механизмах русской грамматики, не пошатнулся, а, напротив, укрепился в языковой эволюции 20 века, хотя, казалось бы, вступал в противоречие с официальной идеологией советского человека, хозяина своей судьбы. Некоторые лингвисты той эпохи, включая академика Виноградова, даже предполагали, что безличные конструкции отражают отжившую идеологию и будут постепенно вытеснены новыми конструкциями, выражающими волю и сознание новых строителей жизни. Однако в советскую эпоху, вопреки ожиданиям, безличные конструкции распространились еще шире. Профессор Галкина Федорук отмечала, «Количество безличных предложений в современном русском языке все время возрастает. Наши данные показывают, что многие личные глаголы начинают употребляться по типу безличных». Лингвист Пешковский, пораженный ростом безличных конструкций в языке советской эпохи, подчеркивал их характерность для общих тенденций русского языкового развития. «Безличные предложения, по-видимому, отнюдь не есть остатки чего-то убывающего в языке, а наоборот, нечто все более и более растущее и развивающееся». Что же именно росло и развивалось? В СССР росла сама безличность как категория не только языка, но и народного мировоззрения. Развивался безличностный менталитет русского человека, то есть даже не развивался, а заканчивал формирование. Потому как безличность культивировалась в московитах не одну сотню лет. И вот сейчас, в наши дни, мы имеем просто квинтэссенцию обезличивания, выраженную в грамматике русского языка, грамматике снятия ответственности. Провозглашая идеологию активного преобразователя жизни, советская эпоха на самом деле культивировала учение, при котором субъект оказывался лишь точкой приложения каких-то высших сил истории. Он не принимал решений, но был благодарен за мудрое руководство. Он не был субъектом, а был прямым или косвенным дополнением классовой борьбы и всемирно-исторических законов. На уровне языка такое обезличивание ежедневного существования и выражалось в росте безличных конструкций. По замечанию Вишбицкой, рост безличных конструкций, вытеснение личных предложений безличными является типично русским феноменом. В других европейских языках, например, в немецком, французском и английском изменения обычно шли в противоположном направлении. Это дает все основания думать, что неуклонные росты распространения в русском языке безличных конструкций отвечали особой ориентации русского семантического универсума и, в конечном счете, русской культуры. То есть, о чем это говорит? Процессы в европейских языках шли и идут в направлении эволюции, в то время как в русском языке по всем канонам языкознания происходит деградация, которая является неотъемлемой частью деградации коллективного русского бессознательного. Интересные наблюдения, правда? Людям далеким от лингвистики, антропологии и тому подобного свойственно не замечать подобные закономерности, но все, и язык, и погода, и географическое расположение страны формируют характер нации. Даже понятие времени в русской культуре отличается от западного представления. Время циклично, а не линейно. Русские понимают, что история обязательно повторится. Это предопределено и не зависит от индивидуальных действий человека. В этом контексте человек воспринимается как инструмент, способный только страдать. Русская культура всегда прославляла пассивное страдание, а не активные добрые дела, как залог духовности. Индивидуальность и инициатива всегда преследовались, потому что всякая власть от Бога. Этот догмат Петра Первого, ставящий власть светскую выше власти религиозной, действует до сих пор, что подтверждается недавними событиями. Отсюда и бред российских лидеров о восстановлении Советской империи, воссоздании Москвы как Третьего Рима и воображении, что они до сих пор живут в 1939 году по пакту Молотова-Риббентропа, разделив зоны влияния для господства над миром. Вот не зря в школьных учебниках русского языка лет 10 назад появилась новая неизменяемая часть речи – категория состояния. Это сказуемое в безличных предложениях. Внешне неотличим от глагола или наречия, но глагол – он про действия некого субъекта. Например, я веселился. Наречие чаще всего про признак действия. Например, весело взяли, подняли и понесли. Категория состояния – она про иное. Про непонятно кто, непонятно что сделал, или что-то непознаваемое произошло, и возникло новое состояние природы, души, тела или общества. Например, это звучит так. Было грустно, стало тревожно, будет страшно. Передача ответственности за происходящее вверх по иерархии находит все более четкое отражение в языке, а количество безличных предложений возрастает. Вернемся к погоде. То, что россияне склонны объяснять свое самочувствие погодой, климатом, метеоусловиями – не есть ли выражение все той же тенденции перенести источник действия от себя на внешние обстоятельства. Это не я болею, это мне болеется из-за магнитных бурь или вспышек на солнце. Избавиться от своей субъектности, перенести ее подальше от себя, найти иностранных или иносредовых агентов своих действий – это общая установка и языка, и разговоров о погоде. Все это, повторюсь, называется грамматика снятия ответственности. Или, скажем по-другому, грамматика деградации русской нации. Какое отношение это имеет сегодня к Украине? Достаточно послушать многочисленные интервью россиян на улицах по поводу их взглядов на так называемую путинскую спецоперацию. Многие из вас видели подобные сюжеты. Если вас удивляет почти поголовное одобрение россиянами действий Путина в Украине и вы шокированы, как вам кажется, дремучестью и глупостью интервьюируемых, особенно старшего возраста, то на самом деле не стоит ничем удивиться. Но такова их природа. Они снимают с себя абсолютно всяческую ответственность. И гражданские, и военные россияне считают себя инструментами высших сил, которые от них не зависят. Страусиная, но тем не менее глубоко русская логика. Страусиная русская логика. Вера в высшие силы и в телевизор, ретранслирующий волю этих сил. Незадолго до смерти Юрий Нагибин записал в своем дневнике 1994 год. Люди часто спрашивают себя самих, друг друга, что же будет? Тот же вопрос задают нам с доверчивым ужасом иностранцы. Что же будет с Россией? А ничего, ровным счетом ничего. Будет все та же неопределенность, зыбь, болото, вспышки дурных страстей. Это в лучшем случае. В худшем – фашизм. Неужели это возможно? Самая большая вина русского народа в том, что он всегда безвинен в собственных глазах. Мы ни в чем не раскаиваемся. Может пора перестать валять дурака, что русский народ был и остался игралищем лежащих вне его сил? Удобная, хитрая, подлая ложь. Все в России делалось русскими руками, с русского согласия. Сами и хлеб сеяли, сами и веревки намыливали. Ни Ленин, ни Сталин не были бы нашим роком, если бы мы этого не хотели. Добавим и Путин. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы!